Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! У нас еще относительно раннее утро. Полдесятого я уже вернулась от парикмахера. Меня что-то не взял первый кофе, поэтому заварила себе уже второй. И я сейчас стараюсь не употреблять молочку, потому что вот эти бесконечные высыпания, проблемы с кожей, стараюсь ее ограничивать по максимуму. Так что у меня кофе, несколько кубиков льда и корица. Мне сейчас очень нравятся черные кофе с корицей, меня мама подсадила на него без сахара, это очень вкусно. И как видите, ничего сверхъестественного. Я обновила стрижку, наверное, чуть короче, чем обычно, потому что я была не у своего парикмахера, к ней невозможно записаться, там нужно ждать полтора месяца. И я сказала приблизительно, как меня постричь, она я постригла. И я убрала чуть больше сухих концов спереди. И вот обратите внимание на то, что у меня все равно нет объема, при том, что бедная парикмахер танцевал вокруг моих волос довольно долго, чтобы уложить их на щетку. И все равно, особенно спереди, как будто меня корова облизала. И, наверное, еще и эти волоски отросшие торчат. Но буду продолжать держать связь с космосом. Мои антенны остались на месте. Хорошо, что волосы отрастают, и в принципе они растут быстро, поэтому даже если короче, ничего страшного, есть проблемы. Посерьезнее, я не всегда, не всегда, я не... Господи, я вам говорю, я еще не проснулась. Я всегда раньше расстраивалась, если меня обболванят короче, чем мне хотелось бы. А сейчас вообще никак это не трогает. Через месяц все равно будет нормально. Девочки, я заметила, что у меня гораздо больше седых волос, чем в прошлом году. И как бы седина это неудивительное явление почти в 35 лет. Но все это тоже появилось на фоне стресса. И вот, наверное, где-то в марте, когда уже мама была у меня, я заметила, что у меня даже несколько седых ресниц появилось. И пару волосин в бровях. Вот это, конечно, жесткач. Так что бережем свое психологическое здоровье и здоровье в принципе. И я так подумала, что мне хотелось бы сделать чуть более густое осветление волос, но не интенсивное. То есть, чтобы это была та же техника Sunlight, просто погуще. И одна моя знакомая посоветовала мне... Одна моя знакомая. Я ее часто упоминаю в Инстаграме. Это Алина, у которой я делаю маникюр. Она была у очень крутого парикмахера из Украины, которая, как мне кажется, давно уже работает здесь, потому что у нее большая клиентская база. И вот когда я запишусь, а на прошлой неделе я узнавала первые свободные даты в середине октября. Блин. Поэтому, когда мне подтвердят запись, я думаю, что я уже смонтирую этот влог, и я оставлю вам контакты внизу. Вот просто даже ради интереса зайдите и гляньте, насколько красиво выглядят все ее работы с волосами. И поверьте мне, что это не реклама. Эта девушка в рекламе точно не нуждается. Так что запишусь на осень, а пока оставлю свои волосы в покое, и буду по чуть-чуть подрезать их. Завтра сама уже перемою волосы. Они, кстати, свежевымыты. Все равно, видите, объема как не было, так и нет. Завтра перемою волосы. Как раз включу камеру, покажу вам в работе новую фенщетку. И фен новый мне пришлось купить. И я сразу предупреждаю, что каких-то там сверх красивых укладок не ждите от меня. Просто, чтобы волосы выглядели опрятно, потому что я не мастер этого дела. И, в принципе, волосы у меня странные. В том плане, что их много, они тонкие и они прямые и гладкие. Они вообще не поддаются никаким укладкам. Это уже сто раз доказано не только мной, но и парикмахерами. Что бы с ними ни делали, они живут своей жизнью. И пусть себе живут. Нам, в принципе, неплохо вместе. У Игната то же самое с волосами. И у моего папы так было. Чтобы его нормально постричь, нужно найти какого-то адекватного парикмахера. Иначе все вот так вот торчит, как солома. И вот обязательно, как только я включила камеру, настройки начинают хэпать. Блин. Простите, если вы это слышите. У нас рядом строится дом. И этого, видимо, не избежать. А мне захотелось поснимать на террасе. А сейчас, девочки, я хотела бы пойти перебрать свою бижутерию, посмотреть, что у меня есть. Потому что вчера, как полезла на Алиэкспресс, столько всего классного нашла. И подумала, что прежде, чем я куплю новое, я, пожалуй, пересмотрю старое. Так что сделаем с вами такое расхламление. Пойдем, беру вас с собой. Может, и вам что-то переглянется. А то, от чего я буду не то, чтобы избавляться, а отказываться, я передарю. Благо, есть кому. Прежде, чем мы с вами занырнем в бездонное море моей бижутерии и аксессуаров, я бы хотела вам показать, что принято заказывать на первое причастие. Обычно приглашают фотографа. И у нас это был школьный фотограф. Также несколько фоток сделала мама нашего одноклассника. Она тоже фотограф, но как бы положен только один официальный фотограф. И у нас много фоток, которые я потом планирую распечатать. Но обычно заказывают еще и вот такую книжечку. Это как сувенир, как память, которые потом родители передают своему ребенку, когда он покидает родительский дом. И также такие сувениры заказывают крестным родителям, бабушкам, дедушкам. Все это, конечно, по желанию, но я знаю, что у нас все это сделали. На первой странице кшонс, то есть священник католической церкви. Кшонс — это по-польски Захарка принимает первое причастие. Здесь он нервничает, он вообще всю церемонию бедный так переживал. А вот эта свеча — это его свеча с Кристин. Если кто-то потеряет, то, наверное, можно купить новую, но принято брать именно свечу с Кристин. Это классный руководитель Захара, священник, собственно. И кшонс Адам, или брат Адам, я не помню, какой у него титул, вел у них религию. На следующей странице, на следующем развороте даже, вот целый класс, мальчики и девочки, и на последней странице фото с родителями. Нельзя было самому выбрать, но мне кажется, что очень даже удачная фотография. У нас их есть несколько, с разных ракурсов, так что здорово, что есть такая память. Доброе утро! Я сегодня обалдела, когда вышла на прогулку с собакой. Все эти дни было 33-34, а сегодня днем будет 19, а утром было 9. Я настолько сильно замерзла, и то дождь с градом, то вот сейчас выходит солнце, я ничего не понимаю. Давайте хотя бы волосы уложим. И сейчас я нанесу вот такую штуку для объема, хотя на моих волосах не особо что-то срабатывает, но с ней хотя бы лучше. Я покупала ее у своего парикмахера. Наношу немножко на корни. Вот так слегка растираю, распределяю. И на всю длину остатки термозащиты от Чи. Нормально. У меня миниатюра, нужно будет купить, потому что, блин, я покупала фен-щетку, и там в цене уже была термозащита. Брала она Аллегро, и термозащиту мне не прислали. Я им позвонила, они обещали дослать. Потом я написала им. Короче, не рекомендую этого продавца. Не буду специально оставлять ссылку, просто на кого-то другого и название модели укажу. Обычно я или даю своим волосам подсохнуть естественным образом, или же, если я тороплюсь, слегка сушу феном. А сегодня я возьму, наконец-то, свой Dyson. Он у меня со сменными насадками. Вот это мне нравится. И расчесываю, слегка подсушиваю волосы, чтобы они были практически полностью сухими. Но интересная история с Dyson. Он не работал у меня один раз в три недели. Мне некогда было заниматься ремонтом и вообще выяснять, что произошло. Потом он просто начал работать. Я его подключила в розетку и работает. Ну и ура! Периодически загоралась красная лампочка, при том, что я чистила фильтр. И вот снова то же самое приключилось. Я уже психанула, начала использовать обычный фен. И как-то так все тоже друг на друга, знаете, навалилось, потому что у нас был здесь старый фен польского производства. И как раз, когда у нас была куча людей, он сломался. И мы купили дешевый. Потом покажу вам Babyliss. Там даже не регулируется температура, нет холодного обдува. Вот. И я включаю снова свой Dyson, и он, зараза, не работает. Я решила вчера позвонить на инфолинию. Молодой человек, так интересно, зарегистрировал мой прибор, потому что я этого ранее не сделала. Сказал, что он на гарантии. Начал говорить, что можно заказать за их счет курьера. Они забирают прибор на диагностику. И потом, если что, его отремонтируют или поменяют на новый. И во время такого звонка вам предлагают переключиться на видео. Ну, там присылают смс-ку, короче. Ты разрешаешь им посмотреть, что у тебя тут происходит. И он говорит, покажите, пожалуйста, фильтр, включите в розетку, я включаю, он снова работает. Говорю, вы мне починили таким магическим образом прибор. Вот, но я никогда не сотрудничала с Дайсоном. Я всегда рассказываю от себя и делюсь своим опытом. Ну что, поехали! Я частично высушила волосы. Теперь буду разделять их на пряди. И сушить уже при помощи фен-щетки и укладывать. Беру свою фен-щетку. Это Babyliss Pro. Я покупала ее по вашей рекомендации. Она идет с двумя насадками. И также здесь есть регулировка температуры и мощности. Я обычно выбираю или среднюю, или холодный обдув. Но он не совсем холодный, а такой слегка теплый. Сама щетка вращается в обе стороны. То есть, когда вы перекладываете с одной стороны волос на другую, вы можете закрутить в ту сторону, в которую вам нужно. Что еще? Одна насадка, которая поменьше у меня сейчас, потому что волосы короче, и есть еще гораздо больше. Когда у меня были более длинные волосы, у меня складывалось впечатление, что она мне их как будто запутывает и выдирает за счет того, что здесь вот неоднородные щетинки. Там нет волос. Я постаралась почистить, но извините, если что. Вот видите, не только эти зубчики, а еще как будто ворсинки пластиковые. У меня была щетка попроще, и там не было такой проблемы. Что за фирма? Филипс, наверное. Она, по-моему, до сих пор продается, но я решила купить что-то подороже. Но, честно говоря, там меня тоже устраивало, просто с годами она, наверное, перегрелась. И настал конец. Поэтому я решила ее обновить. Но в целом она хорошая, и меня устраивает, особенно когда волосы покороче, с ней все хорошо работает. Так, давайте укладываться. Я буду делать это постепенно. Сначала вот нижние пряди, потом буду отделять следующий слой. И вот так по всей голове, пока не дойду до макушки. Нужно это делать быстро. Вот сейчас с вами болтаю, потому что волосы высыхают, и потом уже хрен, что с ними сделаешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, моя укладка готова. Сразу более опрятный утренний вид. И она на самом деле не занимает дольше, чем 10 минут. С сушкой, со всеми этими средствами. Ну, короткие волосы, это вам не настолько просто и удобно, особенно учитывая то, что за окном лето, как относительное у нас, но все же лето, и голову приходится мыть каждый день. Волосы очень живые, рассыпчатые, но это тоже после стрижки, когда ровный срез. Моя стрижка, я не помню, я сказала вам или нет, называется Long Bob. И, кстати, интересное наблюдение, когда я использую какие-то укладочные средства, вот такого плана, мне еще попробую что-то найти, чтобы не утяжеляло волосы, не жирнило. Это более-менее меня устраивает. Так вот, когда я использую его, и делаю укладку на фенщетку, то на второй день объем удерживается. И, по-моему, выглядит это лучше, чем после парикмахера. Что скажете? Ой, не знаю, что со мной, но как-то мне сегодня тяжко. Странно себя чувствую. Ну, такое тоже бывает. Я надеюсь, все-таки к обеду я раскачаюсь, вот снова вышло солнце. Блин, когда я уже закончила, я снимала тут в полутьме. У нас в семье все равно, присутствует ОСПА. У Игната прошло все очень быстро, за пять дней зажило, подпадало. А когда ты контактируешь с больным, даже несмотря на прививку, есть опасность заражения, и инкубационный период составляет 21 день. И поэтому я волнуюсь. Правда, я давно себя так не чувствовала. Наверное, в преддверии ковида. Блин, капец. И почесалась, главное. Так, девочки, я хотела вам сказать, что, в принципе, когда у меня нет времени, сил и желания, я иногда беру вот эту насадку от Дайсона и укладываюсь ею как фен-щеткой. Но все равно, когда ты используешь именно фен-щетку, то волосы выглядят по-другому. То есть, они лучше уложены, более аккуратно, и как-то так... Мне проще работать с фен-щеткой. Но когда мы куда-то едем, и я не могу взять одно и второе, багаж ограничен, то я беру насадку для фена от Дайсона и вот эту щетку. Фен обещала вам показать. Девочки, он самый простой, дешевый, из первого попавшегося магазина техники, потому что нам нужно было срочно. И как-то так пусто в магазине было. Моей маме лишь бы посушить волосы. Я тоже им пользовалась. Это Babyliss. Я не знала, что есть такие цены на Babyliss. В общем, он фигачит очень теплым воздухом. И если волосы не густые, так как у меня он высушивает их моментально, здесь нет регулировки температуры, только послабее мощность и посильнее. Холодного обдува тоже нет. Была вот эта насадка диффузор, диффузор называется, да, или как он... Ну, такая вот, знаете, большая. Господи, недообзор. Ну, формат влога, я думаю, что вы мне это простите. Плюс моя дурная голова. И, девочки, когда я пользовалась феном, вот я и отдельно щетка, чтобы вот это все красиво уложить, я настолько... Укажу, простите, что это не для меня. Я не умею укладывать волосы. Поэтому вот эти все махинации для меня это какая-то черная магия. Это максимум, что я могу сделать сама. И когда я сушу просто феном, волосы у меня как солома. Вот так торчат. Как-то я показывалась вам без макияжа. Буквально недавно, в одном из предыдущих влогов, когда собиралась к косметологу, вот так волосы выглядят после фена. Я их тупо высушила, и как бы все. Поэтому мне кажется, что конкретно этот фен больше их пересушивает. И все познается в сравнении. Я не могу прям всем и каждому рекомендовать Dyson, говорить, что это нужная всем покупка. Но вот правда для моих тонких волос он в принципе неплохо подходит. И я вижу разницу между обычным феном и Dyson. Но фенщетка крутая. Крутая вещь. Можно купить подешевле, но девочки, ее нужно каждый раз чистить после сушки. Потому что волосы выпадают. И фенщетка чуть этому способствует. Но у меня в принципе уже остановился сильный волосопад. Так что это уже цветочки. Раньше была копна. Мне кажется, при том, что у меня выпало очень много волос, это нормальное состояние после двух ковидов и всего того, что произошло. Я очень хочу, чтобы оспа не добавилась к этому дурацкому списку. Короче, ситуация следующая. У меня довольно много бижутерии. Это не только то, что вы видите там. Но я блогер. И я даже в каком-то плане обязана делать свои образы разнообразными. Постоянно показывать что-то новенькое. Но зато вам не приходится покупать все это. Если вам это необходимо, вы заказываете там одну-две пары сережек. Все по желанию. И если вы отдаете предпочтение золоту, серебру, драгоценным камням, и вам окей с одной-двумя парами сережек, это ваш выбор. Давайте уважать друг друга. Это мой. И тоже часть моей работы. Ну что, поехали. Вот эти сережки я покупала на Алиэкспресс, по-моему, в прошлом году. Или даже весной. Ну, короче, давно. Я в них и купалась. И особо как-то с ними не церемонилась. Они до сих пор в очень хорошем состоянии. Они ко всему подходят. Такой лаконичный дизайн. И удобная, плотная застежка. Они ни разу не спадали. И если, не если, а скорее всего, большая часть ссылок будет активной, я оставлю вам обязательно все в инфобоксе. Вот эти сережки я покупала уже не так давно, но все равно еще тогда их хвалила. Они добротные, как и предыдущие. Не слишком легкие, но не оттягивают уши. И они реально могли бы продаваться в каком-то магазине, типа как Пандора. Вот за бижутерию еще не с ювелиркой, но правда они очень качественные. Это что касается золотых украшений на каждый день. Если же мне хочется добавить что-то более активное, то я беру вот эти сережки, такие как пуговки. Но смотрите, что с ними произошло за несколько лет. Я и купалась с ними иногда, ходила в жару и в холод. Иногда оставляла их в ванной комнате, на них попадала вода, поэтому они уже потерлись, чуть почернели, но они легкие и очень стильные. Поэтому я закажу себе точно такие же. Мне нравится то, что это не блестящее дешевое золото, а как будто матовое. Знаю, что многим из вас они тоже полюбились. Следующие колечки уже более объемные. Вот такие. Они есть в золоте, но там будет блестящее золото. Если для вас это окей, то заказывайте золотые. А мне нравятся вот эти серебристые, когда, например, на сумке фурнитура из серебра, я беру вот эти, и они внутри пустые, то есть они легкие, они реально вообще не ощущаются на ушах, но при этом делают нужные акценты. И вот такие малышки. Я сначала расстроилась, что это полукольца, но когда нужно типа как гвоздики, я надеваю их и ношу даже чаще, чем я сама ожидала. из брендовой бижутерии у меня есть только одни сережки. Это серьги Диор, которые я сама себе подарила на день рождения. Вот так они выглядят. Конечно, нарядные, элегантные. Это не золото и не настоящий жемчуг. Цена очень завышена на них. Мне захотелось себя побаловать. Я не знаю, когда еще будет такая возможность. Поэтому для меня это просто как какая-то память, что ли. И я не жалею, что я их приобрела. Они не тяжелые, они красиво смотрятся на ушах. И когда мне хочется чуть больше женственности, чем обычно, я надеваю эти сережки. Они для меня такие особенные. Продолжаем. Это у нас уже такая более массивная бижутерия. Вот эти серьги такие акцентные, даже полунарядные, можно сказать, блестящие. Но они, как видите, поцарапались с годами. И поэтому говорю им прощайте. Вот эти серьги я не надевала, наверное, где-то год. Поэтому я думаю, что кому-то они больше пригодятся. Хотя сами по себе они не плохие, хоть и не самые легкие. Какая досада. Я только что случайно уронила вот эту сережку и выпала маленькая жемчужинка. Я люблю эти серьги. Они застегиваются на гвоздик. Это у нас тоже Алиэкспресс. Женственные и не слишком большие. При этом не тяжелые. Издалека все равно не будет видно, что здесь не хватает одной жемчужинки. Поэтому они, конечно же, остаются. Сережки, о которых было много вопросов, в том видео, где я показывала вам юги, они очень старые девочки. Это профуа. И сейчас вот, когда будут скидки, загляните к ним. У них действительно прочная бижутерия, которая служит не один месяц и не один сезон. Как видите, они до сих пор в хорошем состоянии. Они изначально были вот такими матовыми. И, кстати, от бижутерии у меня уши не чешутся, но девочки мне писали, что можно вот этот кончик, который вставляем в ухо, покрыть прозрачным лаком, и тогда проблема исчезнет. От этих сережек я избавляюсь. Они всегда были для меня тяжеловатыми. У меня просто одна дырочка надорвана. И сейчас вижу, что они еще и здесь почернели. Несмотря на то, что эта пара окажется массивной и тяжелой, нужно их отполировать сейчас, они не такие. Они пустые внутри, видите, и тоже приятно ощущаются на ушах, не оттягивают мочки. Такой полу нарядный вариант. И особенно мне нравится в серебре. Это H&M, какая-то лимитированная коллекция. И, опять же, цвет металла, такой, как я всегда выбираю, и они вроде как пустые внутри. Ну, как же у меня от них устают уши. Не могу, девочки. Ну, то есть, там пару часов и все для какого-то образа. Ну, обычно, если я наряжаю с утра, то до вечера я не люблю что-то менять. Так что подарю кому-то, может, кто-то с ними больше подружится. Эти сережки когда-то были в Заре, но я заказывала их на Алике. С ними все хорошо, они не спадают, даже несмотря на то, что здесь не застегиваются. Но почему-то я их не ношу так часто, как нужно было бы. Нет смысла складировать, поэтому дарим. Ой, еще одни сережки на каждый день. Вот такие, как бы, капельки из Алиэкспресс прошлого года. Посмотрите, они в отменном состоянии. Я их очень много надевала. Правда, отличный вариант для всего. Вот эти сережки когда-то были супермодными, но я до сих пор их ношу, потому что они и не чересчур, и вроде как не совсем повседневный вариант. Правда, когда хочется чего-то такого, но не кричащего. И они защелкиваются, хорошо держатся на ушке, тоже из Алиэкспресс. И они не прям суперлегкие, вообще, даже попробую найти в каком-то H&M что-то похожее. они правда стоили бы гораздо дороже. Сережки в виде жгута это Zara старая коллекция, но тоже целый день в них не выхожу. Это как раз тот случай, когда хочется их снять через пару часов, но выглядят, конечно, эффектно. Есть у меня еще несколько перлов в коллекции. Я не знаю, как это еще случилось. Вот эта лимитированная коллекция H&M с прошлого года качество оставляет желать лучшего, назовем это так, но я не успела их вернуть и так ни разу и не надела. Эти серьги я заказывала для одной из вечеринок, но в конечном итоге надевала их два раза в прошлом году на гавайскую вечеринку. Я была в ярком платье и они как раз туда хорошо вписались, но не думаю, что я когда-то еще раз их куда-то применю. Вот эти сережки классные и они, конечно же, не самые легкие, но гораздо легче, чем кажется. Я думаю, что сейчас у меня для них нет настроения, поэтому отдам. Есть у меня тут любители ярких каких-то аксессуаров, я оставлю их для какой-то возможной летней вечеринки. Мало ли. Но вообще они прикольные, хоть и тяжелые и бывают в разных цветах на Алике. Эти сережки из бисера я не помню откуда, но какие же они, зараза, тяжелые. Хоть и веселые, такие позитивные, но нет, не могу их носить. Две пары красных сережек, я не помню, как так получилось, нужно оставить только одну, наверное, вот эту, тоже Алиэкспресс, и они бывают разных цветов. А вот это все сверкающее богатство я оставляю. И действительно, если вы купите такие сережки в стационарном магазине или в инстабутике, вы заплатите минимум в пять раз дороже. эти самые массивные, я надевала их и на Новый Год, и на какие-то торжественные праздники, они смотрятся эффектно. Вот такие когда-то продавались в Заре, но я не успела их там отхватить, заказала на Алиэкспресс. Сейчас они реже встречаются, но если найду ссылку, то поделюсь. Жемчужные когда-то хвалила, классные, вот эти легенькие, и между прочим, из всех вот таких в камнях сережек, такие встречаются не так часто. Поскромнее, очень благородные, надевала их и на Кристины моего племянника, и так на какие-то праздники, и уже никто не отменял, правильно? Вот эти интересные, потому что здесь и жемчуг, и камушки, и мне нравится то, что это бижутерия под серебро, а не под золото, а из золотых вариантов у меня только эти, единственное, но мне кажется, мне и так тут на несколько поколений всего хватит. Все посортировала, из колец у меня, кстати, вообще немного всего, вот это одно из Традивариуса из комплекта и Даниэль Валентон, здесь собрала все какие-то застежки, и девочки, у меня, конечно, есть и золото, это то, что осталось, то, что я не сдала, и полудрагоценные камни, и даже бриллианты, и наши обручалки, но я не знаю, почему я это все не ношу, как отлегло, есть вот такие сережечки, гвоздики с внушительным камнем, кстати, они никогда не выйдут из моды, но не ношу я, и натуральный жемчуг, так, не туда затесалась сережка, так что ношу бижутерию из Алика, при том, что есть бриллианты, вот такая я странная, с этим я справилась, вот тут в шкатулке у меня лежат часы, я сейчас не рекламирую Даниэль Валентон, но до сих пор ношу только их, потому что мне действительно нравится и качество, и дизайн, здесь еще несколько пар сережек, какие-то заколки, эти оставила, чтобы не забыть заказать новые, у меня в гардеробе к сожалению нет места, где я могла бы разложить все свои очки, и в чехлах мне тоже не совсем удобно их хранить, потому что не для всех очков я использую родные, некоторые из них слишком большие, там неудобные, я как начну все открывать, искать конкретную пару, которая мне нужна, поэтому я купила себе органайзер, который я смогу повесить на вешалке и отнести в гардероб, это очки, которые я покупала понятное дело не за один год, а за много лет, и здесь не все брендовые, вот эти, например, Mango, эти вообще не помню от какого бренда, но они из Золанды, из какой-то мега распродажи, что-то я покупала в аутлетах, и еще у меня есть две пары очков CELINE, одни из них лежат в машине, а вторые сегодня утром вы видели, на мне, да, немало, но я люблю аксессуары, как вы уже могли понять, ревизию также прошли все мои подвески, и я тоже повешу этот органайзер в гардеробе, так будет очень удобно, Zara, все старые, старые коллекции на самом деле, а это подвеска ручной работы, кстати, та же девушка подарила мне и вот такую, но я не забыла, она лежала в коробочке, наконец-то ее нашла, я думаю, что внедрю ее как-то в летние образы, Даниэль Веллингтон, тоже Даниэль, вот эта такая Zara, как будто армейская, и золотистое сердечко, все, что я оставила, ну, и так немало. Кто такая хозяйка? Были с Игнатом в магазинах, я пошла переодеваться, потому что очень жарко, Юки растерзала счет, но это вообще не проблема, он мне не нужен, и достала печенье, такое впервые, она распаковала, я начала есть, уже выбросила, мы, конечно, следим, чтобы она не ела чего-то такого, не даем ей запрещенки, и забежали в Пепку, купили несколько классных штучек, и также детскую обувь на лето, и еще то, о чем мальчики мечтали, Юки, нет, ну-ну, нельзя, нельзя, я тебе тоже что-то привезла, в Пепку много всего интересного, вот такие подушки, пищалки для собак, я взяла две, одну она уже куда-то схватила, в виде арбуза, очень мне такое подошло, давай, постоянно нужно что-то тягать, Мика у нас не любила так игрушки, а она вообще расправилась уже с тем, что осталась после нашей Микуши, я так скучаю, девочки, ну ничего, с этим придется жить, в Пепку взяла вазу, вижу, что Юки так ела, она свинючила в кухне, это бесконечная уборка, еще мне понравилась мисочка небольшая, она раскладывается, силиконовая, и Юки сейчас съест чаще, чем один раз в день, или два, но вообще Акиту говорят, нужно кормить один раз, во всяком случае, нам сказали так в питомнике, поэтому она постоянно что-то жует, там, четыре раза в день, понемножку, так что, когда куда-то едем, такая мисочка будет нас выручать, и еще нашла огромную форму для, не огромную форму, форма небольшая, но формочка для льда, такого большого, и хочу заморозить с розами, с бутонами, и с мятой, мне кажется, это очень красиво будет, если вот эта форма сдаст экзамен, то куплю еще несколько, вообще-то я думала о том, чтобы приобрести по-польски, это называется косткарка, такая машинка, которая делает лед, потому что у нас в холодильнике такой функции нет, смотрите, формочка пластиковая, но вот эта часть силиконовая, надеюсь, что будет удобно доставать, и еще для Юкаси взяла силиконовый грызун с метелками такими, Юки, иди сюда, до мне, Юки, Юки, не жри ковер, иди сюда, проверим, может быть такое, окей, все подходит, вместо ковра тебе, разложили, вижу, что он ей не дает покоя, грызет его, тягает, он не тяжелый, такой интересный грызун, грызи, девочка, еще у меня свиные уши, всякие там эти, шкурки в питомнике сказали купить, классно? О, отлично, пока что вроде как ничего дома не пострадало, но грызть очень хочется, прям очень, зашли с Игнашей в СССС и купили несколько пар летней обуви для мальчиков, я вам говорила, что я люблю обувь оттуда, особенно для детей, себе я крайне редко что-то там приобретаю, и вот эта линейка Лосоцкий, она из кожи, но помимо парадно-выходного нам необходимо что-то гонять тут рядом с домом, на пляж, поэтому взяла вот такие, это не кроксы, это их собственный бренд, у Захарова вообще 36 размер ноги, но я взяла на вырост 37-й, обычно нам все равно не хватает до конца лета одной пары сандалий, потому что где-то в конце июля я приобретаю что-то на размер больше, для Игнаши не было таких, хотя это очень удобно, вот эти тоже в принципе неплохие, резиновые, опять такие, для того, чтобы бегать здесь где-то, чтобы удобно было мыть, и после пляжа, после песка споласкиваешь, супер, вот это не знаю, оставлю или нет, потому что выглядят не совсем прочными, это как подростковая линейка, они резиновые, резиновая подошва и из материала на липучках вверх, сзади есть губка, для того, чтобы не натирала, но как это будет на практике, мы конечно проверим, а парад на выходные, я шучу, в город, все-таки хочется какие-то нерезиновые сандалии и не кроксы, но по факту они чаще всего тягают вот эти, все же, я взяла вот такие модели, уже очень много разобрали, но онлайн больше выбор и больше размеров, я просто как-то была рядом и купила стационарно, каждый год на протяжении многих лет мы приобретаем похожие сандальки, они хорошо носятся, у нас ни разу не расклеивались, как-то ничего с ними не случалось, правда, единственное, что как у каждого ребенка, мне кажется, от пальцев вот сюда пыль попадает и немножко затирается, но все это можно очистить, мальчики и так быстрее вырастут, чем их угробят, прочные, надежные, удобные сандалии и для самых маленьких у них вы тоже найдете и сандалии, и кеды, и кроссовки, все что угодно, это вот Захаровские и я взяла ему 36 размер, потому что конкретно эта модель я уже научилась чуть больше, чем другие, то есть у нас здесь будет запас, у Игната очень похожи, просто другого цвета, если я не ошибаюсь, то когда-то у нас уже такие были, синие с оранжевым и довольно универсальная расцветка будет ко многому подходить, детские обновки done, сделано, это было очень важно, потому что погода наладилась, мы сейчас едем на тренировку, мне нужно успеть разложить продукты, и мы наконец-то купили бутсы на лето, мальчики едут в футбольный лагерь, я думаю, что они будут очень кстати, купили Игнату и Захару в том магазине Мартис, Мартас, о котором я вам недавно рассказывала, а ты нельзя, ё-моё, девочки, ну-ну, и главное, только моё всё тягает, а Захару взяли вот такие ярко-красные, он в школе у нас сегодня заберём, конечно, да, ты тут как тут просто, без тебя вообще ничего в этой семье теперь невозможно, так что поедем, дадим Захарочку, я думаю, что он очень обрадуется, он совсем не ожидал, ой, как здорово, что Томак снова купил домой пионы, и на такой красивой ноте я прощаюсь с вами, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, и буду благодарна вам за поддержку, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.